Итак, друзья, сегодня в гостях у нас Кристина И Кристина оказывается путешественница И сейчас мы поговорим по поводу жизни в Таиланде и в Лаосе Путешествия по Лаосу Подсвечаясь с таким дикарем, да? Да Можно сказать дикарем, да? Можно вы, Кристина, расскажите вообще, как так вот прошлись вместе Вообще я обитала в Таиланде Ждала, пока мой сын выехал из России Жила у тайской семьи У мусульман Мне почему-то попадаются к мусульманам На Пхукете Жить можно Да, много тоже там наших живут Замечательно Можно работать Можно найти работу Вот И Мне, конечно, понравилась природа Все-таки я люблю лес Я люблю джунгли Мы планировали сына вообще Как бы уйти от цивилизации Мы спроектировали дом из бамбука Потому что В Юго-Восточной Азии Вообще Именно из бамбука дом Самый Самая Наверное Лучший 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 вариант Для жития С учетом того, что там бывают землетрясения Бывают тайфуны Просто Бамбуковый дом Просто может, если что, сложиться как карточный дом И все То есть, во-первых, это дешево Бесплатно его можно сделать Во-вторых, его можно восстановить Очень легко Бамбук там везде растет Прекрасный бамбук Смотрится это Вообще бамбук считают Ну, ой, там, бедный что ли Нет Это Это смотрится очень шикарно Вот если в интернете посмотреть Вот эти именно Бамбуковые Особенно Данези Там прямо Есть компания Которая делает Там такие дома Шикарные Отели Из этого бамбука Чистейший бамбук Ничего лишнего Никакого камня Это смотрится благородно Бамбук Он противоаллергичен То есть, для аллергиков Это самое вот Лучшее Там, где бамбук Вот Для астматиков У кого проблемы с легкими Вот Это самое то Вот И мы хотели спроектировать Мы очень долго изучали Так как мы Любим Ходить в походы С палатками И так далее То есть Мы спроектировали Сам дом Рассчитали Сколько нужно бамбука Какие окна мы сделаем Электричество Мы не хотели Мы хотели Электричество Там дорогое В Таиланде Да Вообще В Юго-Восточной Азии Электричество Интернет, честно говоря Тоже дорогой Но там есть безлимит В отличие от Египта Вот Мы хотели взять Солнечную батарею Солнечную панель Там Вот например На Филиппинах И в Индонезии Многие пользуются Солнечной панелью Даже люди Которые Бедненько Так живут Солнечная панель У них есть Окупает Да Ну там она Вообще Как бы дешевле стоит И она Окупается Окупается Действительно Окупается То есть Это своя Электроэнергия Ты ни от кого Не зависишь А с учетом Потому что там Бывают тайфоны И так далее Очень часто Эти провода Как бы обрываются То есть Это самое лучшее Да Солнце Там в общем-то Несмотря на то Что там Как бы Джунгли Да Ну хватает Достаточно Солнца Чтобы потом Вот как бы Получать Электроэнергию Нормально Так В общем Мы это все Спроектировали Мы Научились делать Щелочь По древнему Да Щелочь Чтобы порошок Не покупать Потому что мы Абсолютно Хотели отказаться Не работать Абсолютно Жить Как древние люди То есть Че поймал То и съел Вот Изучали Долго Растения Животные Ядовитых Животных И так далее Как это можно Использовать То есть В гармонии С природой Жить можно Она даст все Вот Хотели Значит Но Маленько Не получилось Значит Когда приехала Мы жили Я жила У тайской семьи Изначально Я одна Мы ездили На Капотонг На Капотонг Это остров Шикарный остров Я видела Диких оленей В природе Прямо Олени были Конечно Там олени Олени Да Остров Капотонг Да Там Олени То есть Они только На этом острове А вот У них Естественных Хищников Нету Кроме Человек Но Как мне Сказали Когда я Задала вопрос Потому что Остров Небольшой На самом деле Я задала вопрос Если Хищников Нет Они Расплодятся Поедят Всю Растительность И погибнут Как же Вот это Происходит Они Ну Тык-мык В общем Я говорю Хищник же Какой-то должен быть Но хищника нет Чтобы их ел Да Да Ну в общем Ответ они мне Внятного не дали И я предполагаю Что они Все-таки Их отстреливают На мясо Да Вот Был такой Песок Там кстати Белосеребристый Я даже Привезла себе Песок Мы взяли С сыном Баночки Прям Белосеребристый Такое ощущение Смотришь Как будто Снег Такой Вот Там Отличается Природа Абсолютно От Таиланда Там нет Джунглей Там есть деревья То есть Как будто Просто в лес Приходишь Деревья Джунглей Нету А из пальм Там только Кокосы Есть деревушечки Там живут люди Тоже Как бы Они там Праздники устраивают Интересно было Наблюдать За работой Так как Женщина У которой мы жили Она Государственный Служащий Скажем так Да Вот И они Приезжают На Копотом Там сколько Какое-то Время Живут Там Неделю Две Недели Потом Домики Шикарные У них Маленькие А вот Значит Часов шесть Приезжают Мужчины В пижамах Пижамы В цветочек Приезжают На работу Попить кофе Попили кофе Поехали домой Переоделись Приехали на работу Обратно Значит Они обязательно Отдают дань Своим предкам Причем Мусульмане Там тоже Работают Мусульмане Помимо Буддистов Они как-то С уважением К религии Относятся Не как В Египте В Египте Очень частные Набеги На Коптов Почему Возле церквей Стоят Стоят Охрана Да Охрана Стоит с оружием Да Потому что Набеги Бывают И пропускают Церковь Только по Паспортам Кстати В церквях Продают В Египте Мясо Свинину Курятин Короче Покушать Можут И в Таиланде Значит Они сначала Начинаются У них день Рабочий С того Чтобы Значит Как бы Поклоняются Своим Предкам Значит Обязательно Гимн Королевский Обязательно Там везде Королевский Гимн Поется Даже На автостанции Мы когда были Там Сразу Все бросали Вставали Значит Поют Гимн Потом Все Опять Возвращаются К работе У них Даже Новости Королевские Вот И Потом Они Приступают К работе Они Могут С директором Пообедать То есть Директор У них Хороший Очень Такое Такие Отношения Они Очень Часто Выезжают Допустим Обедать На работе Прям Там Ресторан В какой-нибудь Я присутствовала У них Вот То есть Не только На Капотонге Это вообще В Таиланде Как бы Это Коллективный Обед Это нормально Причем Директор Оплачивает Это все Вот И Потом Они Работают Потом У них Обед Начинается Допустим Уже Пообедали Там И Они Идут Танцевать Танцы У них Очень Красивая Музыка Красивая Значит Липецкий Рос Мужчины Женщины Все Танцуют Танец Очень Красивый Не Получила Заснять Танец Возвращаются К работе Вот Так У них День Потихонечку Проходит Ну Не знаю Танец Наверное Помогает Им Стресс Снять Или Что-то Ну И Плюс Они К праздникам Мне Нравится А Вот Пока Они Там Работали Мне Ну Я Бывала У них Там На Работе Ну Как бы Особо Целый День С ними Интересно Сидеть Я Ходила По Всему Острову Я Ходила По 8 По 10 По 20 Километров Пешком Там Уже Жители Привыкли К Ними Они Все Ездят На Мотобайп Вот А Я Любитель Пешком Походить Или Какие-то Там Животные Которых Я Не Успевала Увидеть Но Я Понимала Что И Приходила Спрашивала Что Там Такие Большие Птицы Вот Они В Мангровых Листах Слышу Что Хлопанье Крыльев Но Не Вижу Судя По Всему Мангровые Леса Очень Довольно Плотные Крылья Может Повредить Тем Не Кто Там Был Они На Меня Переглядываются Не Знаю Так Они Вроде Живут Но Не Знают Кто У них Там Обитает С Природой Вообще Столкнуться Очень Интересно Крабики Черные Я Не Ожидала Что В Мангровых Лесах Чёрные Крабики И Мангровые Леса Они Имеют Соленую Воду Там Даже Рыбки Есть Там Разводятся Мелочь Мальки Был Момент Когда Вот Как Я Они Же Слышат Что Люди На Мотобайках Едут И Они Сразу Прячутся А Я Пешком Аду Они Не Ожидали Что Кто Пешком Ходит Я Иду Вижу Так Задняя Часть Стоит У Дерева Спит Я Сейчас Лошадь Что Ли Вроде Лошадей Нет Потом Присмотрелась Это Олень Шикарный Олень Самец Огромные Рога У него Красивые Спит Вот Я хотела Сфотографировать У меня Пакет Зашуршал Он Конечно Услышал И Только Пятки Его И Видела Но Очень Близко Очень Много Они Прям Вот Рядом Все Это Можно Увидеть Там И Сафари Там Тоже Есть Такие Бунгало Там Можно Приехать Туристами Тоже Ездят Просто Ну Как Не Знаю Но Шикарный Остров Действительно Интересно Что Посмотреть Море Там Андаманское Море Вот И Было Столкновение У меня Со Змеей Полутора Метровой Когда Я Обнаружила Пруд Красивейший Пруд Красивое Место И Я Люблю Фотографировать Даже Что-то Снимать Использовать Для Своих Допустим Клипов Я Вообще Писатель Как Писатель Художник Поэт И Я Часто Использую Для Своих Книг Описание Каких-то Мест Переобразуя Их В Фантастику И 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 Увидела Этот Пруд Решила Купаться Туда Ходила Купаться Вот И Сидела На Берегу Этого Пруда Разговаривают По телефону И Вижу Что На Меня Плывет Огромное Змеище Вот Так Как Я работала Со Змеями Тоже Основная Профессия Ветеринар Здесь Первое Место Мы Заняли Среди Русских Школ За Рубежом Вот То есть Просеств У меня Вообще Много И Наверное Это Мне Помогает Выживать В самом Беле В И Смотрю Что Летит На Меня Это Змея Она Вылетает Буквально Вот Как Вы Со Мною Сидите Вот Так Руку Протянуть Я Ее Достаю Полтора Метра Змея Она Вылетает Она Она И Когда Работаешь Долго С Животными Начинаешь Определять Их Даже Если Кажется Что Они Одинаковые Мы Различаем Мы Различаем Мы Знаем Кажевый Характер Они Индивидуальные У них Лица Я Называю Всегда Лица Они Разные На самом Деле Крас Разные Хотя Для Многих Кто Не Работает Они Одинаковые Нет Они Все Разные Из Это Змея Я Вижу Что Это Слава Богу Не Ядовитая Ну Я Знаю Как Вести Себя Хоть Ядовитая Хоть Нет Полтора Метра Змея Глаза Красивые Выразительные Обалденные Конечно Красивая Крутная Змея У нее Взгляд Такой Растерянный Она Так Замерла На Меня Смотрят Я Замерла На Нее Смотрю Взгляд Растерянный Такой Не Ожидала Меня Увидеть Я Говорю Буквально Вот Прям Вот Рядом Рядом Змея Это Было Потрясающе Конечно Вот Такие Столкновения Были И Не Только На Острове И В Природе Я Любитель У меня Сын Когда я Поехала Он Говорит Крокодилов Не Трогай Змея Не Трогай Никого Не Трогай Вот Что Хочу Сказать Потом Сын Приехал Ему Понравился Таиланд Он Тоже Любитель Лесных Массивов Во-первых Мы Когда Я Летела Из Бангкока На Пхукет Это Буквально 35-40 минут В самолете Накормили От Души Кормят У нас У нас В России Весь Ну А тут Просто Как бы На Близкие Расстояния Обычно Не кормят А в Тайване Кормят Потом В автобусах Если Будет Завтрак Булочка Сок Что-то Еще Водичка Обязательно Можно Заряжать Телевизоры Даже Если Ну Бывает Что Телевизоров Нет Заряжать Можно В принципе Нормально И Билеты Продаются Сталончиками На Питание То Если Мы Едем В Каир То Они Останавливаются Мы Там Даже Что-то Купить Сами В чем Очень Дорого То Там Это Все Входит В оплату И Просто Когда Поезд Подъезжает К этому Ресторанчику Туалеты Бесплатные Подъезжают К ресторанчику Поэтому Там Торговый Центр То Можно Что-то Купить А Поесть Там Получается Талончик Отрываешь И Выбираешь Шведский Шведский Штол Вот Это Вот Это Хочу И Кушаешь Кормят Там Реально Там Если Едешь Где-то По дороге Какая-то Забегаловка Покупали Мы Что-то Типа Супа Не Рамен А Как-то По-другому Там Мясо Натуральное Мясо Хорошее Мясо Прямо Лапша Ростки Пшенички Вот Такая Тарелка Можно Двум Трем Человекам На Если На Наши Деньги Перевезти Где-то 100 Рублей Это Стоило Всего Лишь Да Еще Дешево Еще Такой Момент Если Вдруг Для Путешественников Которые Автостопом Путешествуют Да Как По большей части Я Если Вдруг Нет денег Хочется Кушать В Таиланде Можно Предложить Свою Помощь Например Помыть Посуду Или Что-то За Это Вас Накормят Бесплатно Я Знаю Что Были Люди Которые Попадали В Такую Ситуацию Там Тоже Воруют Бывает Везде Везде Есть И Воруют Убивают И Да Безопасных Стран Нету Поэтому Могут Как бы Обокрали Допустим Какой-то Человек Или Что-то Не Получилось С работы Уехать Не Может И Я Знаю Что Вот Этот Человек Он Вот Так Ходил Что-то Могал Делать Укормили Умереть Не Умрете Даже Если У вас Нет Еды У Нас Были Моменты С С Всегда Есть Бананы Всегда Есть Ананасы Бесплатно Всегда Есть Кокосы Мы Купили Два Мачете Огромных Чтобы Мы Могли Обрабатывать Кокосы По джунглям Проходить Это Удобно Вода Воду Мы Пили Из Рек Реки Чистейшие Не Требуют Даже Никакой Сильтрации Никакой Обработки По Факту Есть Реки Конечно Не Очень Но Большинство Рек Очень Чистые Единственное Что Людей Здесь Мы Можем Практически Куда Угодно Ходить Кроме Тех Мест Где У Нас Военные То Там Население Скорее Более Доброжелательное В Городе Они Могут Вам Купить Билет Помочь Куда Поехать Объяснить Куда Дойти Если Конечно Этот Район Знают Могут Предложить Подвезти Бесплатно Это Все Могут Есть Конечно Такие Нас Несколько Раз Полиция Останавливала Когда Люди Звонили А тут Туристы С рюкзаками Ходят Их Удивляет Они Спрашивают Почему Мы Не В Автобусе Ездим В Туристическом Мы Объясняли Что Мы Путешествуем Автостопом И Плюс Мы Не Хочу Вот Этот Водопад Смотреть Например За 300 Бат КТ Я Могу Посмотреть За 50 Бат Там Где Китайцы Купаются Милые Ребята Очень Веселые То Я Люблю Смотреть Страну Изнутри То Слиться Не Как Турист А Как Житель И Можно Довольно Много Видеть Интересного Намного Больше Чем То Что Предлагается Туристическими Компаниями Какие-то экскурсии И так далее На экскурсии Тоже Можно Сходить Но Все-таки Когда Изнутри Смотришь Сам Доходишь Какие-то Много Кстати Автостопов Путешествует Там И Великобританцы Путешествуют Наших Очень Много Но Тем не менее Это Настораживает Местное Население Они Начинают Звонить Полиции И Что Тут Ходят Или Там Идешь Потому что У них Нету Заборчиков Допустим Куда Идешь Вот Ну Как-то Это Без Конфликтов Один Раз Мы Ладно Про Лоос Потом Расскажу Вот В общем Полиция Да Такая Бдительная Довольно А Вот Есть Мошенники Есть Мошенники Таксисты То Нужно Четко Понимать Их Валюту Бат Да Баты Потому что Я тоже Попала В Просак Первый раз Когда Не понимала Шел Прям Ливень Большой Ливень Вот И мне Нужно было До Курабури Доехать Как раз Я только-только Приехала С Пхукета Вот Но Как везде По информации Кстати Вот То что В интернете Мы информацию Смотрим Не всегда Верная Информации Я нигде Не нашла О том Что Все-таки Между Мелоком Населенных Пунктами Ходит Маршрутный Автобус Нормальный Маршрутный Автобус Вот И поэтому Там не указана Ни автостанция Ничего Вот И поэтому Мы поехали Я поехала С Пхукета Значит Доехала До одного Населенного Пункта Довольно Крупного На автобусе А дальше Как По отсутствующей Информации То есть Многие писали Что Нет Вот Только на такси Взяла такси Такси Они с меня Содрали Полторы тысячи Бат Это очень бешено Дорого Оказывается Всего-то 200 фунтов Надо было 200 бат Заплатить Меньше даже 200 бат Да Попала Я в просак И Денег Тю-тю Вот Ну Слава Богу Потом Я быстро Сообразила Как Что День Как Ехать Говорят По-английски На самом деле Не так много Людей Ну Мы встречали Даже Там не плохо С английским Я помню В уголах Хороший английский Не-не Там с английским Плохо Ну В городах Говорят А вот Так как Я любитель Походить По деревням Да Мы жили Даже В деревне Вот Там Очень плохо Говорят По-английски Ну Мало Людей Вот И Поэтому Ну Все равно Язык жестов Никто не отменял В общем-то Нормально Общались Моются Они в холодной воде В ледяной Просто Прям Младенцев В ледяной В воде Моют Зато ужас Комары Там Конечно Это жесть Нужно Обязательно С собой Носить Вот эти Вот Репелленты Да То есть От комаров Вот эти Желательно Брызга Да Пшикалки Да Пшикалки Потому что Ночью У вас Просто Сидят Потому что У них Постройки Домов Очень Интересно У них Получается Коробушка Коробушка Если У нас Кладут Прежде чем Крышу Положить Они Кладут У нас Что Потолок Грубо говоря А потом Только Крыша У них Нет Потолка У них Сразу Крыша А тут Вот это Все Промежутки Щели И Там Вверху Вы Просто Ничего Не Сделать Если В Домах А Вот Поэтому Там Как Ну Если Это У Кого То Живете Вот Потому что Например Если В Отелях Мы Останавливались То Вполне Нормально Прилично Все Было А Так Конечно Камары Сидят Потому что Малярию Тоже Никто Не Отменял Вот Поэтому Гекона Тоже Там Бегают Гекона Ящерки А Какие-то Ракеты Вот Как бы Ну Путешествие Интересно Автостопом На самом деле Путешествовать Но С осторожностью Конечно Я говорю В деревнях Такие Куда Пошел Потому что Такие Бдительные Граждане Бдительные Довольно Граждане Вот По Лаосу Мы Поехали На Перевизу То есть Чем Таиланд Удобен Тем Что Он Расположен Так Что Можно Перевизу В соседние Страны Поехать И заодно Посмотреть Их То есть Там Я смеялась Значит Есть такие Так сказать Компании Которые Берут Огромные Предлагают Свои услуги На Перевизу То есть Свозить Туристов Они платят По 20 Если на Наши Деньги Перевести 20 тысяч Рублей 20 Рублей То есть Они Собирают Весь Автобус Едут Едут Туда На эту Границу Значит Автобус Остается Значит Заплатили 20 тысяч Вы Вы же Выходите Туда К этим Таможенникам Также Стоите В очереди Подаете Им Паспорта Все То же Самое Только За 20 Тысяч Можно Самом Съездить Вот Вот Я не понимаю Вот этой Траты Пустое Денег Ни фига При нас С этого Автобуса Двоих Не пропустили Одного Отправили В Эту На беседу На беседу Служба Безопасности То есть Человек Выдал Дает 20 тысяч В надежде На гарантию Что Да У них Там Все Согласовано Их Пропустят Оказывается Нет Двоих Не пустили На перевизу Не знаю Дальше Никуда Там Вылетали Или Не знаю Можно Конечно И Миграционки Сделать Эту Визу Но Она Дорогая Выходит Вот Проще На перевизу Вроде Как И другую Страну Еще Посмотреть Вот То есть Нет Смысла Платить Такие Большие Деньги Вот Я Лично Ехала 250 Бат Я заплатила От Бангкока Автобусем Поехала Нас Покормили Мы Проехали Также Гранит У меня Да Служба безопасности Русских Сейчас Задерживает Большинство Да То есть Они Беседуют И потом Пропускают Ну Да С войной Я Поняла Вот И Дальше Но Есть Один Нюанс Если Едешь На перевизу На перевизу Хотя бы Сутки Нужно Находиться А лучше Трое суток Находиться У меня Все Согласовано С таможней Платишь Полторы Ну Это Как бы Он До После Этого Я Проехала Прошла Там Есть Пешеходные Можно Пешеходно Пройти В Малайзию Поставила Печать Причем Мне на границе Когда из Таиланда Ставили печать На выезд В Малайзию Мне спросили Вы на сколько Суток Я говорю На дни Говорю На сколько Надо Что-то На перевизу Они Поулыбались Ничего Не сказали Ну На дни На дни Оказывается Вот У них Все Это Согласован Они находят Таких Дурачков Типа Я А вот Если человек Не знает Значит На дни Сутки А потом Мы попадаем По полной Программе Вот Выходишь В Малайзию И ставят Мне печать Я обратно А меня В Таиланд Не пускают То есть Они мне Предложили За полторы Тысячи Я плачу Полторы Тысячи Бат Или даже Две Пятьсот Две Пятьсот Вот И Значит Этот Помогало То есть Звонит Начальнику Тамошки И мне Ставят Печать Без проблем Я говорю А зачем А зачем Это Я сама могу А он Позвонил Мне Печать Не ставят Я Не в Малайзию Не из Малайзии Не в туалет Туалеты Все закрыты На замке Не пройти Ничего Время Вечер Между транзит И зорож Да Я Слежу Туда Не пускают Нет Я хочу Пить Мне вода Закончилась Я хочу В туалет В туалет Они меня Не пускают Ну я Значит Нахожу В интернете Пока работала Нахожу В интернете Так Значит Как написать Королю Пишу Ну король Что за Судня А вот Значит Мне Лита Звонит Семья У которой Я Жила Она Звонит Как Там Я говорю У меня Не пускают Так Она Как Не пускают Я Значит Кое Как Эту Начальницу Тамошки Вызвала Кое Как Она Ни в какой Не хотела Слушать Меня Я Объясняю Ситуацию Значит Она Разговаривает С Литой Лита Что там Объясняет Та Потом Злая Зовет Меня Забирает Мне Телефон Проверяет Телефон И все Стирают Все Фотографии Говорю А Мои Фотографии Там У меня Сын И все Такое Стирают Значит Они Читают Всю Переписку Переписку По Фатсап Значит Ага Увидели Что Литя Пишу Писала Что Я Королю Напишу Я Написала Королю Может Это Сыграло Роль Она Спрашивает Ну Так И так Почему Ты Путешествуешь Вообще Что За Ситуация Получилась Объясняю В общем Она Мне Ставит Уже Не на Месяц На 45 Дней Ставит Мне Штаб И Я Прохожу Да Так Что Имейте Ввиду Что Лучше Меньше Трех Дней То Находиться В Они Специально Не Предупреждают Причем Они Вот Так Проворачивают Потому Что До Ветера Пока Я Пыталась Вызволить Таможенницу Я Наблюдала За Этими Двумя Товарищами Которые Этим Занимаются Вместе С Таможенцем Они Именно Подстерегают Таких Как Я Белых Местных Они Не С Малайзии Они Нет Они Белых И Опять Сами Виноваты Они Семьями Платили За Каждого Человека По Две 500 Бат Там Одну Семью При Мне Остановили Кто Ж Это Виноват Ну Сами Вы Даете Правильно Опять же Люди Не Хотят Конфликтовать Хотят Ну Как Б Лучше Заплатить Чем Это У меня И Увешу Дел У меня 500 Фунтов Бат Только На Билет Обратно Я Рассчитываю Что Я Все В отеле Переночевали Походили По Местным Окрестностям Значит Городка Потом Мы поехали На юг Мы доехали На юге Не помню Как населенный До населенного Пункта И оттуда Уже Мы пошли Автостопом По ловозу Вообще Почему Автостопом По большей части Во-первых Интересно Посмотреть Страну Изнутри Как бы А во-вторых Это Дешево Ну и в-третьих Все-таки Мы присматривали Место жительства Куда бы Запрятаться Вот И там Лаос Сына Сразу Разочаровал Тем Что Во-первых Никуда Не пройти То есть Ни по лесу Не походить Потому что У них Со времен Вьетнамской Войны Получается Заборы Вот так Дорогой И вот так По бокам Только Колючая проволока То есть Лево Вправо Ты уже Не войдешь Никуда Не спорь Да Все эти закрыты Только Вот дороги Населенные пункты Открыты Вот Они до сих пор С осторожностью Относятся к белым И все кажутся Шпионы И вот Из-за вас Начнется война Вот Ну Там А к ним Тоже прилетала К ним Тоже прилетала Мы видели Мосты Которые Разрушенные И до сих пор Не отремонтированные Вот В реках Рыба Много погибла Из-за этих бомб До сих пор Находят Есть места Куда нельзя ходить Потому что там Бомбы находятся Вот То есть Да То есть Прежде чем Куда-то Ну Туда ехать Автостопом Да Нужно обязательно Ну Примерно Хотя бы Прошудировать Интернет Там Есть информация О том В каких районах Вот эти бомбы Могут ходить Есть еще два места Две дороги Куда ходить нельзя Потому что там Вас военные Остановят Военные Остановят Ну Нам Как всегда Везет У нас Полиция Остановила Там тоже Очень такие Ябедные Ябедные Ябеды Вот Мы сели с сыном Значит У дороги Потому что Дальше нам не пройти Было Вот Мы сели с сыном Значит покушать У нас котелочек Мы костерчик Развели Себе Яйца Яйца Варим Нормально Грибы Купили Припочками Варим Они Пришло Пяти минут Приехали Трое полицейских Они наши паспорта Забрали Куда-то Звонили Узнавали Спросили Что мы здесь делали Они стояли Над нами Пока мы не поели Не пошли Хотя мы планируем Как бы поесть Немножечко Отдохнуть И так далее Они вот стояли Мы сделали вид Что пошли И все Потом в одно место Нас не пустили Мы туда хотели Специально Потому что там Как бы Более дикие места Нас туда не пустили Полиция Нас Остановила Отвезла На 100 километров Обратно В полицейский участок Пытались С нас Содрать Тоже деньги Значит Кипы За что? Кипы Ну Потому что Белые Вот Но За голубые глаза Да Да Фред Но Но Доллар Но Кипы Ничего нет Все Только карточки Значит Они нас Не отпустили Ночью Мы ночевали Там До 6 утра До 6 утра А Причем Они сначала В один полицейский участок До 12 нас продержали А у нас 12 В другой полицейский участок Еще у нас 100 километров Отвезли Вот И мы до 6 утра Продержали Они сказали Ну До 6 утра Типа До утра Поспейте здесь А потом Вас отвезем Ну Как бы туда Они спросили Куда мы пошли Мы Ну Как бы Сказали А Мы так поняли Что там Закрыта зона А вот Ну Там есть Этнические деревни Например Как племя Мяу Вот И Ну В такие этнические деревни Туда Как бы особо Не тоже не пускают Там стоят Прямо Такие Вот Как Пограничные Вот эти столбы Вот так вот стоят Ну Пролизнули туда Улизнули Значит Тоже к реке пошли Рыбки хотели наловить Видели Вот эту Этническую деревню Мяу Там много Проходили мы деревьев На самом деле Транспорт туда Практически не ходят Вот И Значит Вот так вот Мост Полуразрушенный Этот Там только Две доски Лежат До сих пор Как бы Сам мост Каркас Деревян Железный А остальное Видимо Бомбанули И вот Положили Только две доски И вот так вот Река течет Значит С одной стороны Мужчины А с другой Стороны Женщины Все голые Моются Голые Да Дома У них Такие На сваях Тоже Огромные Такие Деревянные Даже с балконами Мы проходили Когда вот эту деревню Честно говоря Мужчины Агрессивные Потому что Видимо После После этой войны У них Вот это Вот если Белый человек Это беда Всегда И так далее Тем более Они там Туристов Особенно Не видят Да А Женщины Конечно Улыбались С дитями Через забор Перепрыгивали Но из-за забора Выглядывали Улыбались То есть Более Старики Выходили Да Там С палочками То есть Вдоль дороги Стояли Пока мы Проходили Вот Причем Они все Разговаривают Вот В Лаосе Значит У них Несколько Тоже Языков Вот То есть Мяу Они говорят Совсем по-другому Чем Сами Вот Лаосцы Вот Ну Просмыгнули Так Немножко Прошлись И решили Что еще Дальше Мы не пойдем Потому что Становилось Уже Как бы Опасно Вот В такие места Уже не попадать Могут Убить Запросто Да Нам полиция Говорила Что Осторожней Потому что Как бы Убить Могут Ну Белый Богатый Как всегда Можно ограбить А Вот Ну И Нас Подвозили Да Автоступом Ехали Нас Подвозили Как бы Были Места Мы хотели Плата Посмотреть Там Дикие слоны Ну Так Они Получили Ну Как Мы Проезжали Эта Плата И Слонов К сожалению Не И мы Вот так Делали Там Лавос Вот так Мы Вот тут Во Вьетнян Въехали До сюда Доехали Вот тут Пошли Вот так Пешком И потом Опять Вернулись Север Только Мы не Обследовали Две Недели У нас Ушло Да Мы Ночевали Возле реки В палатке А палатка С тобой была Да В палатке Мы ночевали Возле реки Люди Вообще Доброжелательные Как бы Вот в одном Городочке Там Очень Доброжелательные Ну Видимо Там Частенько Туристов Видят И там Тоже Наши Живут В принципе А вот И полиция Доброжелательная Такая В общем То Тоже В одном Месте Они Нас Пригласили К себе Прямо Просто Пригласили Покормили Нас Значит Мы Зарядили Телефоны Вот Предложили Даже В одном Доме Как бы Переночевать Мы Переночевали Бесплатный Сюжет Да Вот И Мы Заметили Сыну Там Нравился Этот Городочек Мы Заметили Что Буддистов Очень Уважают Что В Таиланде Что В Лаосе Допустим Едет Полицейский И видит Что Буддист Идет Он Предлагает Его Подвезти То есть Буддисты Там Как-то Катаются Вот Красиво Очень Красиво Конечно В храмах Можно Ночевать Буддист Да Можно Проситься Они Даже Тоже Так Поконят Вот То есть Вот И Очень Красивый Храм У них Вот Эти Вот Мы Видели В Бангкоке Значит Одну Из Резиденций Королевской Семьи Довольно Красиво Туда Туристов Тоже Приводят Так Красиво Да Вот Что Касается Допустим Продуктов Ну Как Уже Сказала Они Недорогие В Таиланде И В Лаосе Вот То есть Ну Не знаю Для меня Было Недорого Вот Если Я Сравниваю С Египтом То Египте Подороже Сейчас Вот В Таиланде Одежда Недорогая Там Особенно Такие Брендовые Качественные Одежда Продается За 50 бат Всего лишь Мы покупали Вот Транспорт У них Есть Автобусы В Лаосе Немножко С этим Плоховасто В Таиланде Да Такие Комфортабельные Автобусы Современные Автобусы И Три вида Метро То есть Если у нас На одно Метро Сел То Можно Там Кататься Такси Метро То В Бангкоке Нет Там Три Разных Метро И За Кажет Нужно Платить Все Автоматизировано То есть Можно Как наличка Там Подойти К кассе Купить Можно Все Автоматизировано Вот Вьетнян Да Мы Вот Сюда Вот Так Мы Все Обошли По границе Да Мы Тут Были Вот В этом Месте На Хин Да Де Бах Короче Весь Юг Мы Обошли Практически Единственное Мы Не Дошли Вот Если Уменьшить Это Пешком Да Вот Здесь Мы Не Были Вот Здесь Есть Группа Островов Да Вот Мы Были Да Островов Там Много Наших Живет Место Очень Интересное По Меконгу Здесь Обитают Розовые Дельфины Да Пресноводные Да Острова Группа Островов Сюда Мы Уже Не Попали Потому Что Уже Был Лимит Нашего Путешествия А Там Насколько В Лаосе Можно находиться Без визов 30 дней Без визов Да Один момент Что из Лаоса Когда Допустим Если На перевизу Да И вообще Из Лаоса Если Обратно В Таиланд Или В Вьетнам Или куда-то То Обратно Нужно Платить Мы Платили 200 Бат То есть Лаосе Принимают Баты Есть Там Валентияне По крайней Мере Вот То есть Обратно Вы Там Как бы Платите Да Кстати В Египте Такое Хотят Сделать При вылете Оплата Это Типа Сбор Идет Здесь В некоторых Станах Ну И Таиланд Интересно Что Можно На перевезу В Вьетнам В Малайзию В Лаос В общем Все близлежащие Которые страны Граничат Можно На перевезу Туда Вот Нам Ходить Во Вьетнам Тоже Многие Я знаю Девушка До Моего Отъезда Она Значит С Таиланда В Лаос Из Лаос Автостопом Все Из Лаос Она Во Вьетнам Из Вьетнам Она Уже Там Дальше Пошла То есть Интересно И намного Дешевле Так Путешествует То есть Сразу Несколько Станов Китайцы Постоянно Так Делают Азиат Китайцы Японцы Постоянно Делают А вот Жить В Лаосе Тяжеловасто Там Еще Советские Времена Там Еще Колхозы Вот Это Вот Все В этом Плане Да Тем более Послевоенная Там Ну Как бы Настороженно Относится К Туристам Вот В Таиланде Много Наших Жить Ну Многие Говорили Когда Еще Там Жила Что Очень Дорого Очень Дорого Но Опять же Все Зависит От Доходов В принципе Работу Можно Меня Звали На Работу Но Загрузка Была Вот Если Тут Я Могу Без Знания Английского Все Так Куда То Устроиться Да Хотя Я Знаю Английский Допустим Да Ну Как Б Не Супер Вот То Там То Там Требует Уже Сертификат Подтверждающий Вот Знания Английского Языка Меня Тоже Там В школу Звали Но Всегда Можно Устроиться Кому То Из Наших В принципе Как Можно В этом Плане А Вот То Есть Таилан Нормально Жить Пхукет Это Там По Большей Часть Мусульмане Находится А В Паттайе Находится Больше Христиане То То есть Это Тоже Желательно Учитывать Если Кто Не Хочет Слышать Утреннее Песнопение Мечети Как Здесь А Вот Приветливые В общем По Большей Части Люди Приветливые И Готовы Помочь Чем Вот Если Сравнить С Египтом Вот Но Тоже Были Моменты Когда И Пристают И Обманывают Тоже Все Так Ну Как По Большей Части Вот Люди Такие Вот Доброжелательные Друзья Я Оставлю Контактики И Карточку Кристины В описании В первом Комментарии Поэтому Если Хочешь Сказать Про Сделать Донат На Путешествие Она Пожалуйста Все Будет Прикипельно Так Друзья Забыл Что Сказать Кристина Пишет Оказалось Книги У нее Есть Книги Свои Кто Захочет Книжки Ее Почитать Ребята Ссылочка Будет Также В Описании И В Первом Комментарии Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...